большой всем привет это видео прямое продолжение предыдущего видео о 3d принтерах потому что здесь вы можете увидеть результат но я сразу хочу сказать что в первую очередь в этом видео будет ответ на два вопроса на которые я сам не нашел ответа нигде в интернете хотя потратил много часов на поиски решения этой этих двух проблем дело в том что собравшись напечатать такую простую коробочку я столкнулся с некоторыми сложностями и получил очередную порцию очень неприятных эмоций связанных с 3d принтерами да она у меня уже есть видео самое первое где с ним сражался просто получив его на руки и сейчас у под появилась вторая порция неудовольствие от работы с этой технологией и я назову сейчас две проблемы которые в которые я в этом видео помогу вам решить если вы тоже вдруг столкнулись с этим это первое это закупорка тефлоновых трубок баудена и второе пробка в термобарьере если для вас это что-то значит то обязательно посмотрите и вы найдете какое-то решение проблемы остальные смотрите опционально и так прошлом видео у меня была задача сделать коробочку для игры чужая планета для которой у меня по определенным причинам не было родной коробки я это сделал а я там что-то планировал очень сложная но на самом деле потом просто решил сделать вытянутую коробку без всяких идей небес с вот таким угловым таким угловым замком все это получилось рано или поздно все защелкивается все замечательно надпись по покрасил краской получилось вполне себе приемлемо но перед тем как я напечатал эту коробку я испытал два круга ада что называется а сейчас расскажу во первых у меня а принтер двух даже не двухголовочным он одноголовочный но у него есть два экструдера которые расплавливаются в одной головке для чего такой брал мне хотелось попробовать технологию именно цветной печати до пока мне не получалось с этим разобраться и я использовала чисто вот для перепадов для перепадов градиента больше ничего пока не научился делать но это дело наживное поэтому все это время я печатал одной головка одним экструдером и когда у меня подошел к концу первый моток килограммовый пластика вот он на этой коробке как раз и закончился я поставил второй моток черный во вторую головку который до этого не пользовался только в начале в самом и думаю сейчас пойдет она переключусь и она пойдет печатать просто другим цветом для коробки в принципе мне это не важно а второй экструдер печатать просто отказался крутится мотор подачи филамента все работает пластика не идет и вот здесь началось конечно это все пошло в мусорку а тут начались проблемы первым делом конечно полез в интернет что какие причины за ссоры и так далее и почти 99 процентов всех проблем которые описываются в интернете которые есть это закупорка а сопла у меня сопла не засуне засоренная было потому что 2 2 экструдер вторая подача 2 2 пластика идет замечательно все можно печатать меня именно проблема с этим и здесь вот я ничего не нашел в конце концов перерыв в часа два три а если не больше в кучу видео кучу всяких гайдов по этим проблемам и ничего толком не на именно и не найдя я решился на собственные эксперименты сейчас я должен это показать к сожалению когда все это происходило я не додумался включить видео и и за и показывать это наглядно потому что ну и раздражение все такое но сейчас я покажу и тем кому это надо это вы все поймете да еще по печати перед тем как перейду к техническим проблемам получилось все разобраться все решили проблемы решил сейчас это все раскопал все покажу я поставил черный и филамент светящийся здесь я вставлю картинки как она в темноте красиво работает это пластик это не белый пластик это специальный пластик который заряжается от солнца или от ламп дневного света и потом светится в темноте вот я кстати на нем же напечатал несколько перьев жена просила там где каких-то своих поделок кстати еще в момент такие вот штучки тоненькие легонькие очень даже неплохо печатается и быстро то есть вот это несколько минут 10 вот все это печатается то есть вот такие штуки печатается быстро в отличие от коробочек так вот я зарядил когда я все когда все в спинтером починилась я подумал что для темы игры будет прикольно если коробочка будет светиться и я сделал таким образом что черный потихоньку переходил в белый и крышку на целиком свечащимся филаментом сделал это в общем то получилось красиво на картинках вы это видите все по печати наверно пока закончим сейчас решаем сейчас расскажу про проблемы которые возникли в процессе поехали к нашему принтеру так вот наш замечательный принтер кто вдруг видел видео изначально как мы его здесь поместили здесь у нас некоторые улучшения видите сделался типа подставки чуть-чуть удобнее все сделали смотрите как она устроена данный принтер устроен таким образом что есть два филамента которые подаются в один экструдер и фактически головка то одна но можно варьировать этими филаментами таким образом получать либо перепады ли цвета либо градиенты либо печатать что-то одним что-то другими вот второе ради чего в общем-то это и брал я пока не понял как делать это нужно на уровне слайсера делать разные модели в общем пока это не могу но в чем проблема была первая когда я начал печатать эту коробочку я у меня рабочий был вот этот филамент он печатал все намечательно этот просто стоял пустой вначале при покупке принтер я поставил два что-то попробовал потом просто забил и и в момент печати когда здесь филамент заканчивался хотелось в ноль конечно потратить весь пластик когда он начинал когда начинал подходить концу а я поставил сюда еще один филамент запустил его и думаю ну сейчас запечатается это допечатается пусть пустится этот и благодаря тому что здесь прямо на принтере можно смешивать два разных филамента я сначала сделать там 10 процентов 20 чтобы постепенно они сливались и смотрю отсюда то не идет крутится но не давится я уже все лаком и так и всяк и провел очень много времени в поисках проблемы так и не нашел в результате решился на отчаянный шаг открутил вот эту трубку болды на посмотрел а внутри она была забита в конце от этого каким-то таким это же не знаю чем то есть это пластик понятно что это пластик больше нечем нечему но он превратился в такую труху которая просто вообще ничем не пробивалась видимо за месяц использования принтером мы постоянно печатали вот этим а второй то тоже находился там но пластик из него не выходил он просто там стоял и грелся постоянно в холостую соответственно но он под нагревом вот этим месячным нагревом одному это уже пластиком превратился в ней нечто совершенно такое ну к сожалению даже не могу сейчас показать надо было все конечно это снять в процессе но превратился в такой цемент своего рода из цветной цемент и мне удалось выбить его только металлической спицы я взял тоненькую спицу проделаю с той стороны с нормальной и сильнейшим давлением выбил эту про эту пробку после чего удовлетворенный тем что я нашел проблему даже без помощи интернета самостоятельно я закрутил ее обратно и напечатал уже на пробные так как все это заняло почти весь день то я коробку отложил на следующее утро думаю ну все я починил завтра запущу с утра коробку всякая себе печатается все замечательно на следующее утро я прихожу и она опять не печатает печатает этот этот не печатает в чем дело снова откручиваю смотрю оказывается я эту трубку не так до конца догнал я до этого еще не знал как устроена вообще экструдер и здесь я картинку должен буду вставить видео потому что экструдер оказывается греется не весь он греется совсем в одной маленькой точке внизу а до этого стоит так называемый тип тепло барьер в которой вставлена а тефлоновая трубка и тефлоновая трубка должна была быть протолкнута до самого экструдера и вот это термо барьер он не нагревается он наоборот охлаждается вентилятором чтобы пластик который находился в нем поступая в точку плавления давал какое-то давление на общем технология отработана но я не знал что так устроенной думал ну какая разница как она будет воткнута и из-за того что я воткнул тефлоновую трубку не до конца пластик доработал работал но после того как я его выключил вечером прошлого дня пластик расплавленный пошел вверх и застыл ну то есть он выходил раньше трубка была не до самой головки а он заблокировал вот этот термо барьер там образовалась пробка и когда я открутил снова эту думаю на тоже проблема откручил смотрю а туда тыкаешь даже острым предметом и просто невозможно это пробить из разумеется не не филамент не идет я думаю ну вот угрохал принтер будет у меня сейчас вместо двухголовочного просто один одним печатать стоило переплачивать в два раза купил бы себе и для же там три за 200 долларов и все очень было обидно то есть потому что я думаю что все это и я угрохал экструдер это только либо покупать новый потому что куда туда добраться или разбирать все это и как-то прочищать или искал варианты с растворителем думал заливать растворителем вы представляете какая какой геморрой можно было бы себе устроить если бы и все это надо было снимать прочищать именно вот этот тепло тепло барьер проблема оказывается решилась довольно легко и ну я я просто обязан ради этого я в общем-то снимаю это видео потому что я просто обязан этим поделиться и если вдруг у кого-то будет пробка такая в термобарьере не нужно таки никаких сложных способов которые описаны в интернете все решилась гораздо проще вот у меня есть дремель я взял дремель со сверлом подходящего размера и просто и просто сверху осторожно сняв от бауден ее просверлил потом вычистил уже вручную пинцетом вот таким и до конца вставив трубку запустил снова плавление и все прочистила все работает как новенький в общем конечно он потрепал нервов изрядно но проблемы решились с малой кровью и хорошо что они решились и я понимаю что принтер конечно та еще зараза нет это я любя работой хорошо не не портится все будет отлично научимся мы с тобой дружить в общем такие дела надеюсь если у вас возникнут подобные проблемы то это видео вам поможет а пока спасибо что посмотрели и всем долл новых встреч на канале и и Продолжение следует...